Этот мужчина на месяц отказался от сахара и заметил потрясающие изменения в своем теле. Большинство людей знает, что сладкие угощения не полезны для здоровья. Небольшой шоколадный батончик не сделает много вреда, но потребление сладкого в больших количествах может стать причиной таких заболеваний, как высокое давление и жирная печень. Потребление сладкого может вызвать и другие проблемы. Впоследствии того, как наше тело обрабатывает глюкозу, слишком большое содержание сахара ставит вас под угрозу развития диабета второго типа и ожирения. Поскольку сахар уже содержится в готовых блюдах, полностью отказаться от него бывает сложной задачей. Саша Харленд решил отказаться от сладостей и завязать с потреблением сахара. Он хотел узнать, что произойдет с его телом, если он перестанет есть сахар. Этот мужчина на месяц отказался от сахара и заметил потрясающие изменения в своем теле. Перед тем, как начать эксперимент, он проверил свое здоровье. Он посетил терапевта и прошел медосмотр. Врач проверил сахар, содержащийся в крови, и его здоровье в целом. Он также провел тесты и проверил, насколько хорошо работают его сердце и легкие. Это было важно, поскольку у Саши должна была быть линия отчета. Исследования показали, что у него высокий уровень холестерина. В первые дни диеты друзья заметили, что он ведет себя капризно. Он говорит, что целиком был поглощен тем, что он может и не может есть. Чтобы привыкнуть к новой диете, у него ушла примерно неделя. Дела стали получше, когда он открыл для себя несколько блюд, которые он мог есть регулярно. По его словам, для него это был самый простой способ пережить этот месяц без особого стресса. 22-летний голландец разработал специальный план по диете. На завтрак он ел овсянку, на ланч – салаты, на обед – рыбу или курицу с овощами и рисом. Перекусы включали орехи и фрукты. Как и большинство людей на диете, Саша скучал по своим любимым блюдам. Одним из них было арахисовое масло. Он часто ел его на завтрак, и он тяжело переносил исключение масла из рациона. Когда во время первой недели Саша стал чувствовать себя не в своей тарелке, он обратился к диетологу. Он не хотел провести целый месяц в таком состоянии. Его диетолог Марло Босма объяснила, почему ему так трудно дается его эксперимент. По словам Марло, когда вы едите сладкое, вам хочется больше и больше. Когда сахар в крови повышается, ваш организм выделяет инсулин, чтобы снизить его. Из-за этого вы хотите больше сладкого. Во время эксперимента он избегал гамбургеров из фастфуда и вместо этого питался дома. В кинотеатрах он не покупал попкорн и пил только воду. На 25 день эксперимента он почувствовал, что больше не скучает по сахару. Он сказал, что хотя и часто хотел сладкого по утрам, теперь такого желания нет. Он также заметил, что проще просыпается, и что он более бодрый в течение дня. В конце месяца Саша обратился к тому же врачу. Прежде всего, он скинул 3,5 килограмма, и у него снизился сахар в крови. Холестерин снизился на 8%, и сахар в крови стал ниже. Он сказал, что когда наконец избавился от всего сахара, эксперимент пошел как по маслу. Врач объяснил Саше, что когда он перестал есть сахар, его тело сначала испытывало ломки. Он не поверил в то, что такая ломка возможна, но судя по его симптомам, она имела место. Когда он начал есть сладкое после эксперимента, он чувствовал себя не очень хорошо. В первые полторы недели у него развилась аритмия. Также у него были проблемы со сном. Он сказал, что проводил бессонные ночи, переворачиваясь с одного бока на другой до трех или четырех утра. Теперь, когда он знает, как хорошо себя чувствует без сахара, он избегает его. Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя лучше, как Саша, если вы хотите добиться изменений и у вас есть сила воли, проверенная диета может изменить вашу жизнь. После 30 дней вы заметите результаты, которые заметил Саша.